Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А этого не делают, потому что для этого нужно, чтобы это сделал Путин. А если Путин откроет рот и такое скажет, то люди начнут ассоциировать Путин с чем-то плохим. А этого делать нельзя ни в коем случае. Поэтому пока что просто режим повышенной готовности. Здорово, ребята! Здорово! Привет, 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 привет! Дайте мне буквально секунду. Так. Футболка коричневого цвета. Что это означает? Это означает Activision. А Activision, что это означает? Call of Duty. Modern Warfare 2 Remastered. Без мультиплеера! А-а-а! Бля, там не будет мультиплеера! Я вам даже... Давайте проверим, насколько мы чат умный. Поиграем в лотерею. Сейчас я в TeamSpeak зайду. И мы с вами поиграем в лотерею. А-а-а... Да, кстати. Данейшнайвер с ключом. Все включено. И если вы думаете, что незаполненная полоска меня дохуя мотивирует, вы, конечно, ошибаетесь. Пиздец, как? Ну, ладно. Вот. Все сверхлюди давно уже за мангалом. Это правда, кстати. О, потери пакетов ебанули. Потери пакетов ебанули. Ладно. У меня крашнулось не потому, что Activision, а потому, что у меня PlayStation качает кое-что, о чем нельзя говорить. Правда, там очень интересная история, связанная с тем, что, кажется, мне подсунули какой-то документ. Ладно, разберемся, короче. Вот. Прямо во время загрузки? Я не знаю. Там очень странная документация какая-то. У меня начинает складываться впечатление, что кто-то ожидает от меня обзора. Не обзора, а рекламы своего, своей игры. А я не делаю рекламу. Особенно бесплатно. Вот. Anyway, я в данный момент делаю обзор на Bleeding Edge, на край Бледины. И вам... Я знаю, что играть в эту игру, скорее всего, никто не будет, но, как бы, получить определенное... Получить определенный экспириенс от того, как бы, как ниже серии поступили... Вековечить, так сказать, их опыт. Да, зафиксируем. Зафиксируем их. Как лоубрейкерс, примерно. И зафиксируем, как тот факт, что стрим начался и ноль донатов, короче. Людям не нужен видос, видимо. Людям не нужны обзоры. Ну, не, ну, как бы ладно, окей, не вопрос. Чего уж тут. Бля. Валя меня нарисовала. И нарисовала меня, конечно, как всегда, орущим. Спасибо большое, Валя. Именно орущим мне и надо было рисовать. Так. Вау, это же редкость, но щедрая инвестиция. Так. Чья была щедрая инвестиция? Генри. Генри, спасибо, ты сегодня первый, и это клево. Вот. Народ обеднел, милорд. Я понимаю, что народ обеднел, блядь. Это плохо, кстати. Это же стандартная инвестиция. Это все нефтяные замесы. Добрый вечер. В данный момент я поставил, ну, очень-очень либеральное качество стрима. Спасибо, Антон. Кстати, выяснилось то, что у нас до сих пор есть люди, особенно среди республик бывшего Советского Союза, которые выгоняют, не то что выгоняют людей с работы, а прессуют молодых сотрудников. Оу, е, это же стандартная инвестиция. Сейчас, где-то на матрас... Оу, сука, хейчеш. Хейчу, да. Прессуют молодых сотрудников на основании того, что у этих сотрудников либеральные ценности, либеральные взгляды. Ну, вы поняли. Там такой дядя с портретом Путена, короче, там это все, там, империя, там, все, там, царь, и... А молодые-то, они не такие идиоты, и поэтому у него начинается столкновение его мировоззрения и грустной реальности, в которой у молодых людей чуть меньше раба внутри, чем у него. У этого начальника обычно происходит вот этого бомбалея по одной простой причине. Он никогда не позволял себе быть настолько свободомыслящим и свободным, как вот этот вот молодой щегой. Ну, типа, бля, как можно взять и отказаться от раба в голове? Ты что, дурак, что ли, блядь? Либеральные ценности, это что, это Госдеп пропихнул? Это западенцы? Это что? Это хотят Россию изнутри разрушить своими гей-браками? Своим ГМО? И чем там еще? Ну, кальбухтерами, понятное дело, тоже хотят... Чем еще они хотят разрушить Россию там? Ну, короче, давление на скрепы оказывают. Ну, и, короче, вот, а ты... А ты просто подвергнут этой пропаганде, как лоха тебя обыграли. Зомбирующая, да, зомбирующая. Это же стандартная инвестиция. Барон Фон Слеер пишет. Добрый вечер, Барон Фон Слеер. Видео в процессе монтажа. Я думал, что я сделаю обзор на 6-7 минут. Я, блядь, как всегда, обосрался. Обзор будет на 10 минут, а то и больше. Вот обзор на резидент, скорее всего, будет короткий, потому что, ну, блядь, это резидент шестой. Точнее, третий. Это третий резидент. Шестой. Это, нет, это получается... Это получается 9-й. А почему у меня Варламов голосом Андрюхи говорит? Получается 9-й резидент. Я не знаю, почему у тебя Варламов голосом Андрюхи говорит. Я тут отошел на кухню, вернулся, слышу Варламов Андрюхиным голосом. Говорю, думаю, что произошло, что случилось? А-то, оказывается, Андрюха пришел. Какой еще Варламов-то? Варламов его смотришь? Да, я смотрел Варламов, отошел на кухню, короче, возвращаюсь, слышу динамик в твое голову. Зачем смотреть в Орламово? Ты должен понять главное. Вся окружающая среда говно. Все неправильно. Не, я так и знаю. Просто мне интересно рассматривать это в деталях. Понимаешь, ковыряться, так сказать, в окружающей среде. Ну ладно. Пишут, еще хохлы портят. Это правда, да, обязательно. Будешь как будешь праздновать 1 апреля? Выпуском видоса я буду его праздновать. Я буду праздновать 1 апреля выпуском видоса. За который вы сейчас и донатите, собственно говоря. Вау, это же редко смущено. Ле Блонян, спасибо. Спасибо за твое видео, творчество и возможность скоротать время до выхода персона Петра Ял. Пишут, Гальперов уже, спасибо большое. Гальперов уже сказал, что РД3 изумительно. Я могу сказать вот что. Отсутствующая пресс-версия Resident Evil 3 просто потрясает воображение. Это невероятное отсутствие игры у меня на компьютере вовремя. Это просто вау. Это невероятный отсутствующий игровой опыт, за которым я вынужден делать игру. Но с другой стороны, время от времени... Надо окно закрыть, а то у нас улицы дезинфицировали каким-то говном. Время от времени нужно делать обзоры на такие игры для того, чтобы, скажем так, опускаться пониже. Трогать, скажем так, индустрию за... За ее малоприятные части. Пишут, 4 часа до выхода персона. Вот если кто-то спросит, будет ли обзор на персоны 4 роял, я отвечу так. А у тебя маховик ебаного времени не завалялся случайно? А там 4 раз... Персоны 5 роял. Ну, короче, там 120 часов контента, как бы, удачи. Там, кстати, уже есть текстовый обзор от тех людей, которые, как настоящие самцы, не засали, поменяли регион, купили в Японии, сыграли на японском, составили свое мнение полгода назад. Вот, и сделали уже ревьюшки. Заценил эфир Жукова и Навального? Да, заценил, хороший годный эфир. Мне только не понравилось то, что... Навальный показал слабость в том моменте, когда он сказал, что он никогда не будет готов условно трассы перекрывать, потому что он знает, что тогда всех глав его штабов арестуют. Да, это так работает. Ну, типа, ты когда радикализируешься, тебя пытаются убить нахуй. Так это работает. А если ты не радикализируешься, ты не особо опасен. Ну, то есть, ты опасен, но не особо. К сожалению, ну, типа, я считаю, что человек, который, ну, как бы, хочет что-то поменять глобально, должен быть парадикальней. Ему должно быть похуй. Ну, то есть, самоубийца должен быть. Идейный, яростный самоубийца. Вот так вот. К сожалению, ну, как бы... С другой стороны, некоторые идеологи справлялись и без этого. Ну, тут сложный вопрос. Оу-е! Это же стандартная инвестиция! Антон ПСН, спасибо. Шел третий день карантина, а я занят любимыми делами, видеоиграми, просмотром ток-шоу Дрюзе. Вебка ебанулась, что ли? Ебанулась? Ну, ебанулась. Спасибо, Антон ПСН, сейчас я веб-камеру заставлю работать на нас. Сейчас я заставлю веб-камеру делать свою работу. Чё, она тоже не подчиняется настройкам ОБС у тебя? Это же стандартная инвестиция! Ну, это где-то брио, и я на говно. Да, спасибо. Хуйность и обзор. Ты G-Hub себе качал? Приложение их новое, нет? А Стоп Труба спасет? Ты мог бы не жрать у меня на стриме? Бля, ну ладно, раз попроще с ним было. Только я могу по-хамски относиться к своим зрителям. Но я ведь, так сказать... Стоп Труба, спасибо, во-первых. Во-вторых, брио говно по одной простой причине. В ней есть 4К 30 фпс, которые нахуй не нужны, из-за которых светочувствительность говно в матрице. Я только недавно до этого дошел, когда я начал разбираться, почему Samsung Galaxy S20 Ultra по Раша. То есть, причина одна и та же. Маленькая матрица, большое разрешение. Низкая светочувствительность. Итог шума, как ёбаного говна. Поэтому я хочу себе сейчас Logitech StreamCam. Я не могу купить её. Её просто нет. Где купить Logitech StreamCam? Да, там такой большой объектив с реально клёвой матрицей, Full HD-шной. И снимает хорошо. Но я не могу её купить в России почему-то. StreamCam C922? Что, что ли, которая получается? Нет, я... Нет, StreamCam. Она прям такая-то самая. Ладно, на гугле мне даже интересно стало что-то такое. Да. Они решили комбуху сделать карантин-карантином, но в армию пиздуй. Типа тебя с дома заперли и сразу военком оттуда. На нахуй! Подожди, ну а вдруг пиндосы нападут, пока мы все по домам сидим? Ты чё? Точно. Поэтому надо комбуха. Опа, всех застанил, и тут же военком. На нахуй! Повезло то, что Миха получил военник. Вот. Люди спрашивают, дали ли мне пресс-копию финалки. Это не имеет значения, потому что у нас 3-го числа выходит Resident, и... Я сейчас делаю обзор на игру, на которую никто не просил обзор, но он будет, потому что, блядь, я делаю обзор, чё ты мне остановишь, что ли, сука? Как бы... Уже делаю. Надо время от времени делать и на такие игры обзоры. Это же стандартная инвестиция. Последние пару дней ходят слухи о скором анонсе к ТВ. Вопрос к тебе. Как знатоку, понимающему замдизайн, какая амплейная фича может выстрелить в 2020-2021 году? Пятёрка в своё время удивила переключением персонажей и механикой ограблений. Братан, вопрос, конечно, абсолютно тупой, а знаешь почему? Потому что, если бы я знал, я бы сейчас был миллиардером. Андрей, какая геймплейная фича выстрелит в 2020-м году? Если бы я знал, я был бы миллиардером, я бы с вами тут не разговаривал. Я бы сейчас вместе с Дэном Хаузером в золотом душе просто валялся с проститутками и наслаждался бы жизнью. Если бы я знал, какая геймплейная фича выстрелит. Блядь, я не знаю. Я как бы... Не знаю. Я не в курсе, что может выстрелить. Людям всякая хуйта нравится. И в GTA V, ну, переключение персонажей было прикольным. У меня в Red Dead Redemption обошлись без переключения персонажей. И тоже было прикольно, потому что так называемый сюжет был. Что будет в GTA VI, я понятия не имею, но я, честно говоря, хочу от GTA VI истории более мрачной, более нуарной в духе GTA IV, потому что, ну, GTA V слишком легковесная. Я хочу истории такой... Более... Более такой... Ну, что-то больше а-ля RDR все-таки. Ну, что-то больше а-ля GTA IV. В GTA IV история, ну, да, она очень такая растянутая, но мне нравится ее тональность. Я вот хочу что-то в такой же тональности. То есть, такой бандитизм такой, там, щабить, дрочить, но потом потихонечку поднимаешься, а потом проблемы тебя накрывают, а потом про... И вот такое, знаешь, оно такое жесткое, жизненное, такое прям вот, сука, давлеющее над тобой, такое вот прям вот, но с просветами, с небольшими просветами. Ну, такой же... А GTA V она такая, ля-ля-ля, мы всех, а Тревор всех замочил, фанчик, Тревор приехал к незнакомому парню, убил его, его девушку, фанчик, смешно, потеха, блядь. Люди, которым нравится Тревор, вы ебанутые нахуй, ведь при встрече с Тревором, знаете, что вас ждет? Вы просто сдохнете. Вы окажетесь теми людьми, кстати. Вы просто сдохнете, да и все. Помните там миску в холодильнике? Люди, люди, которые, люди, которые думают, что им нравится Жокер, да, вот этот вот, он такой глубокий персонаж, да, но при встрече с тобой он тебя убьет, скорее всего, нахуй, и все. Оу, е, это же стандартная инвестиция. Привет, Андрей. Сломанный калькулятор. Спасибо за щедрую инвестицию. Еще один плюс в сторону карантина. Спасибо за обзор. Как всегда, качественно. Спасибо сломанный калькулятор. Завтра выходит персона Петроял. Даже не, блядь, ну это глупо. Даже не в плане сделать обзор, а поиграть, если время... Блядь, впервые какое время? Ты ебанутый, что ли? Я извини, блядь, эта игра на 120 часов, где контент из DLC в последних 20 часах. Там про персону, что ли? Нет, там куча нового геймплейного контента, у тебя с конфидантом выстраивается связь на протяжении основного сюжета, но именно основная новая сюжетная линия, блядь, начинается с 108 часа игры. И то только в том случае, если ты взял этого конфиданта, которого там добавили нового. Да, там есть новые геймплейные фишки. Кошка больше не гонит тебя спать. Игра стала просто идеальной, блядь. Она просто идеальна теперь. Я видел обзоры, я смотрел, что там поменяли, она просто идеальна, она безупречна теперь. Это лучшая GRPG в истории, возможно. Ну, мне такой опенинг новый не нравится. Шоу-тайм-атаки добавили пафосные, добавили больше... С гору Акечу, у тебя теперь не формальный конфидант, а, ну, более-менее нормальные какие-то отношения с ним выстраиваешь. Хотя, мне тот вариант, в котором вы выстраиваете отношения по ходу сюжета, нравился с нарративной точки зрения, это круто выглядело. Блядь, спойлернуть бы вам, как у вас с ним конфидант выстраивал. потому что я думаю, очень смешно было. Ты знаешь, то, что там, короче, у тебя с персонажами выстраивают соотношения на основании того, что, ну, ты с ними гуляешь, дружишь, да, и так далее. С горы Акечи, который персонаж сюжетный, у тебя нет возможности ходить, ну, там, потусить, в бар, там, бухнуть, ну, как-то там, с пацанами, там, в боулинг, там, какие-то задания выполнить, ну, у каждого из них проблему помочь какую-то ему жизненную решить. Гора Акечи, чистый сюжетный персонаж, у тебя чисто по сюжету с ним выстраивается связь. И знаешь, на каком уровне она у тебя достигает десятого уровня максимального? Когда у тебя бондап происходит максимально. Либераста тут? Да, да, да. Когда он дохнет. Он буквально умирает в сюжете, у тебя как бомбу. Я, сука, в этот момент просто ржал, там такая появляется, там, ну, типа, там, цепочка появляется, и показывает левелап конфиданта. Он сдох, и такой, левелап до десяточки. Хуяк. Охуеть. Теперь у нас, мы, мы друг друга прочувствовали на сто процентов просто. Теперь, теперь мы с ним на одной волне. Жаль, что он сдох, блядь. Вот. Оу, е, это же стандартная инвестиция. Да, цепочки разрываются, да. МВА, спасибо большое. Шикарные сюжетные решения. Что самое забавное, это обоснованно. Ну, потому что именно перед смертью у вас возникает взаимопонимание. То есть, перед смертью, вот, возникает, вот, в оригинале персоны у вас возникало, вот, понимание друг друга наиболее полное, скажем так. То есть, прям, ты проникался его персонажем. Ты понимал, почему он вот такой. И вот, и он дох потом. Ну, вот именно в момент смерти ты получал максимальный конфидант с ним. Это очень потешно было. Сейчас, я думаю, что они это оставят. Но, они сделают, ну, или не оставят, хуй его знает на самом деле. Посмотрим. Так он все-таки сдох и в рояле. Так он не мог не сдохнуть. Вопрос в том, как ты с ним строишь отношения в рояле. Оу, е, это же стандартная инвестиция. Предейтер, спасибо. Спасибо за видос. и за стримы. Скрашивает карантин. И не карантин тоже. Спасибо, предейтер. Предейтер, кстати, у меня для тебя плохие новости. В новой игре про тебя ты сосешь. Это вот такая вот грустная новость, к сожалению. Грустная. пишут, 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 я тебе не задорачиваю, жду обзор на рояле. Это же стандартная инвестиция. Летом может быть привет из Киева. Мелитократа. Спасибо. Я всегда интересовался твоими политическими взглядами, поэтому хочу задать тебе этот малость необычный, но... И абсолютно бесполезный вопрос. Интересный вопрос. Что бы ты сделал с Чечнёй, если бы был президентом РФ в 90-х? И как бы ты поступил, если бы наоборот был президентом республики Ичкерия? Смотри, я бы никогда не был... Я никогда не задавался этим вопросом и не буду задаваться, потому что это бессмысленно. Я никогда не буду президентом РФ в 90-х и ответ на этот вопрос ну, ничего не даст. Я бы ничего не делал, я бы не пытался захватить Чечню. Если бы Чечня хотела провести референдум и... Ну, как минимум, я бы не устраивал две чеченские войны. Спойлер. Ну, типа, Чечня хочет отделиться? Вперёд. Окей. Никогда не надо никого удерживать. Это самое тупое, что может прийти в голову. Никогда. Наоборот. Надо выстраивать жёсткую границу потом с этим государством. Удерживать ни в коем случае. Территория... В 2020 году размер вашей территории вообще нахуй никого не волнует. Абсолютно. Этим флексить можно было при временах Македонского. Типа, мне территория. Да всем похую, какая-то территория. Потом создаёшь мощную экономическую систему и та же Чечня говорит ой, а можно мы проведём референдум и обратно к вам п-п-п-пожалуйста. П-п-пожалуйста. Можно обратно. Мы хотим уровень жизни такой. А то у нас тут Афганистан номер два случился. У нас тут люди от голода умирают. Можно к вам обратно в страну? Вот и всё. Не нужно вот это вот... Господи, ввели. Люди поумирали. Зачем? Захотели отделиться? Отделяйтесь. Типа, ну серьёзно, держать границы федерации исключительно за счёт военной силы, ну как бы, и потом в итоге платить даню, просрав две войны, ну как бы, такой себе вариант. Наоборот, надо как бы, хотите отделиться? Конечно, конечно. Обязательно. Он говорит, разумеется. Разумеется. Пожалуйста, отделяйтесь. Граница жёсткая, да. Потом ты просто спокойно берёшь и решаешь внутренние проблемы. Потом к тебе сами все просятся. Внезапно все вспоминают, что когда-то они были в составе государства российского, при Российской империи. Говорят, хотим вот обратно. Или не хотим обратно. Ну и хер с ними. Так что, в принципе, кого бы то ни было, где бы то ни было держать, это очень странная, довольно бессмысленная история. Ну это бестолковщина обычно. Просто бестолковщина. Если, конечно, тебя что-то не отжимают. Если просто люди сами действительно хотят, вот люди сами объективно провели референдум, именно население. Никита там вторженца, население само хочет отделиться, ну хуй ты его будешь держать. Они будут недовольны. Территория будет, ну как бы, не особо эффективна. И зачем тебе это надо-то? Зачем тебе это надо? Так что, ну и сейчас вы видите последствия того решения, которое было принято. Что, хорошие последствия? Ну а как бы то ни было, я считаю, что ответ на этот вопрос абсолютно ничто не влияет, потому что я не был бы президентом России в 90-е, никогда им не буду, потому что 90-е прошли, волевые прошли, и даже, блядь, десятые уже прошли. Так что это уже давным-давно не имеет никакого значения. Вот. Но у меня нет этой идеи глупейшей, то, что территорию надо увеличивать, я, 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 я как царь, сука, из 10 века территорию надо наращивать, блядь, я, нет, надо наращивать экономическую мощь, надо наращивать технологическую мощь, надо, чтобы у тебя была экономика такая, и такое количество информации и технологий в стране, чтобы просто все охуевали. Вот, вот это вот то, что решает в современных условиях, а не то, какой у тебя размер территории, абсолютно не решает вопроса. Я тут вернулся, блин, это уже политику обсуждать. Да, я так немножко наделал. У нас тут QR-коды в Москве вводят, послышал, да? Да, я отвечаю на донейшн с Санченсом. Спасибо за это. Давай. Какой же крутой 2017 год был в играх. Автомата. Персона. Финч. Кто твоя вайфу в игре была? В персоне моя вайфу, это Энн. Мне нравится Энн Токамаки. Она моя вайфу. Вот. Да, за Энн тоже соглуй. Конечно, вынужден еще сказать то, что преподавательница в персоне хот довольно. Тем более, что она такая милфочка, милфочка, да. That's the best part, как говорится. Ну, там, нет, там новый конфидант, которого в рояле водят девчонка. Она вообще супер покладистая, супер няш. Ну, мне специально сделали ультимативный вайфу прям. Она такая прям немножко имбовая. Вот. Мне меньше всего понравилась вот эта вот, которая балерина. Она, у нее, блядь, у нее очень бэкграунд такой гнилой. Мне не понравилась она совершенно. Я не помню, как ее зовут. Вот. Ну, короче, на День Святого Валентина моего персонажа отпиздили. Это чтобы вы понимали. Насчет того, была ли у меня одна вайфа в этой игре. Конечно же нет. Оу, е! Это же стандартная инвестиция! Так, вопросы по персоне разрешено задавать только мне. Как же так? Хуяк же так? А вообще, надо срочно обогнать Генри в топе до натерав за сегодня. Спасибо, Ла Блоньян. 2018-й крайний пиздатый год. Да, стоп, балерина это и есть новая вайфа. Нет, балерина там была. Ну, блин, как же ее звали-то это? Я уже забыл. На F, по-моему, ее звали. Но она, короче... Я даже не помню, кто у нее персона была. Господи, она настолько унылая. У нее, короче, один из паласов принадлежит ее бате. Она дочь бизнесмена. И она, короче, вся такая приветливая-приветливая, шо пиздец. Она еще во время олаут-атаки чай пила. Она такая приветливая-приветливая, а когда с ней конфидант прокачиваешь, оказывается, что она социальный шизоид, нахуй. Ну, такой себе, короче. Не впечатлен. Хару, да, Хару, Хару. Пошла нам нахуй эта Хару, честное слово. Такая мерзкая, в пизду ее просто. Футаба, ну, Футаба тоже. Ты знаешь, Футаба это развлечение для тех, кто... Ой, сейчас я эту няшу вытащу из ее комнаты. Да пускай она сидит в этой комнате, эта социальная мразь маленькая. Ну да, она полезная, но вот это вот... Вот это вот... Помогите мне, мне нужен доктор, я хикан. Ну зачем это надо? Там самые адекватные женщины. Это кто? А. Топ-1 вайфу для меня, топ-1. Вот прям топ-1. Н это для долгосрочки. Врачиха, блядь. Врачиха это просто, блядь, горячо-горячо. Супергорячо. Такие врачи, как Хару, по-моему, да? Нет. Хару это, блядь, та самая мразь, которую терпеть не могу. Врачиха это так, у которой ты медицину покупаешь. А, блядь, чиха-то. Которую ты называют генейской свинкой, да. Она просто супер-хот. Да. Хару не балерина, она поц. Ну она одета, как балерина, блядь, во время этого самого, когда она путешествует по вот этому вот когнитив-спейсу. Вечно был стояк во время медосмотра. Блядь, это правда, она такая горячая. История у нее такая, такая глубокая. Но врачиха же ставит на тобой эксперименты. Да, на теколе торбидол от коронавируса, а потом оказывается, что работает, да? Нет. Вау, это же редкостно-щедрая инвестиция. Ну да, как мушкетер, мушкетер, да. Сломанный калькулятор, спасибо. Есть в сети opening persona 5 rambly. Красавер из Донасту Ариорс. Вот он очень крутой. Кстати, если ты отвечал на следующий вопрос, извини, не слышал. Какая твоя самая ожидаемая игра этого года? А, блядь, что ожидаешь? Я так понимаю, ты на стримах никогда не был, да? Значит, смотри. Открываем описание стрима, смотрим вниз, читаем, листаем. Вопрос из категории ультрабоян, ответа не будет. Значит, смотри, что почитать? А как же? Что посмотреть? Вопрос, что ждешь? Ждешь ли? Ответ нет. У меня нет никакой ожидаемой игры. Я хочу поиграть в Cyberpunk, я хочу поиграть в The Last of Us 2, но ожидаю я их? Да хуй с ними. Выйдут отлично. Не выйдут, я это переживу. Так бывает, когда тебе еще надо обзор на них сделать. Или рецензию. Ну, вы поняли. Так что, типа, ожидаемое. Ничего не ожидаю. Никогда ничего не ожидаю. Ну, за редким исключением. Типа ожидаю. Я даже Cyberpunk. У меня нет хайпа по Cyberpunk. Я уже не молодой, блядь. У меня уже нет хайпа внутри, понимаете? У меня хайп только потому, когда закончится карантин по коронавирусу. Вот это, вот это хайповая тема, кстати. Карантин по коронавирусу. Оу, е! Это же стандартная инвестиция. Прископию третьего ведьмака мне не давали. Все, пацаны, добьете до 100 килорублей. Спасибо, я был ушел взъемоч. А тебе Прископию ведьмака третьего давали, когда в 2015 году у меня было, наверное, 70 тысяч подписчиков. Нет, не давали. Я тогда был ни кем, ни кто. А мой обзор на ведьмака сделан на основании того, что я просто пересмотрел 5 часов геймплея ведьмака. И мне нахуй не стыдно абсолютно, потому что я совсем угадал, блядь. Да, было 2015 год, когда у тебя основная работа это делать видео по танкам, ты делаешь обзор вообще на отъебись. То есть, ну, как бы... И это счастливое время, я хочу заметить. Да, никакой ответственности, руки развязаны, делаешь что хочешь. Вообще похуй абсолютно. Ты, кстати, в Ori and Will of the Wisp сыграл? Да, часа три. И что, тебе не зашло? Именно первая часть? Нет, в Will of the Wisp сыграл. А, вторая? Ну, я часов 7 в нее наиграл. Слушай, я не знаю, я прямо кайфанул от нее, хотя платформеру просто на дух не переношу. Я бы тоже от нее кайфанул, но ты знаешь, ебучая ангина. Вот она ебучая ангина взяла и сделала так, что я не смог ее пройти до конца. Но время будет, время будет, пройди обязательно очень стоящий того сюжет, но он меня удивил. Я 7 часов наиграл, пока что она меня... Я не люблю платформеры, но она прикольная. Но я прошел Doom, мне надо было делать обзор Doom'а. Короче, ну, просто один человек. Сейчас я делаю обзоры, ну, так прям, качественно-качественно, к Волисе. Вот, сейчас, конечно, я полностью прохожу игру иногда по два раза. Так что... А, ну, время до хуя улетает, да. Да, так что... А Ори, ну, как бы, нахуя ее проходить, потом сказать, ну, это идеальный сиквел. Все, ребят, спасибо за внимание. Все это уже сказали, правда, для меня, но... Не, ну, для радиообзора-то понятно уже, не имеет смысла никакого. Но для себя, для души, так сказать, она очень-очень-очень классная. Для души я... После того, как я заебан Bleeding Engine, я для души хочу в Doom поиграть на Nightmare. Я для души хочу, не знаю. Я для души... Вот, у меня там качается кое-что на PlayStation для души. Блидин Меджет от Ninja Theory, новая моба эта... Да, да. И еще как она? Я просто глянул мельком, короче, обзор этого Джима Стерлинга на нее и такой посмотрел, думаю, что что это такое вообще? Ты узнаешь все из моего обзора. Понятно. Ты из моего обзора все узнаешь, всю правду о Великой войне. Оу-е-е! Это же стандартная инвестиция! Спасибо Shadow Moon. Дрю, огромное спасибо за твою деятельность. Благодаря тебе я начал лучше разбираться в играх. Теперь я не просто поглощаю все подряд, а стараюсь тщательно подходить к выбору той или иной игры. Так же начало анализировать их, что приносит отдельное удовольствие. Низкий тебе поклон за твои труды. Спасибо большое, что думаю. Это приятно. Приятно, что я провоцирую кого-то на анализ видео. Понимаешь, теоретически персона можно пройти идеально. То есть персона можно пройти идеально, но для этого нужен жесткий гайд. То есть, играя по жесткому гайду, можно пройти персону идеально. Но это бестолково. Ну то есть, зачем? Ты потом можешь на НГ+, взять предметы, которые дают тебе сразу профиты конфиданта, перенести уже на НГ+, заромансить всех до упора. То есть, это тоже... Тем более, что на НГ+, там открывается новый контент, ну как минимум в оригинале открывался. Блин, ты же теперь можешь близняшек маленьких в город выводить, которые, типа, тюремщицы. Ёп твою мать. Сколько там в персоне Риэль всего нового-то, а? Чистый геймплайн и хорошая игра, но там есть элементы, как поиск вещей, менеджмент инвентаря. О чем речь? А Resident Evil 3? Это Зиган... Спрашивают, это Зиган или Карл в Тим Спике? Ну бля, я не Карл, получается. Ты не Карл! Нет, нет, я не он. Меня спалили, да. Вот. Можно и без гайда это сделать? Нет. Ну то есть, long story short. Нет, ты этого не сделаешь без гайда. Ну то есть, ладно, давай так. Я не видел ни одного человека, который на первом прохождении получал идеальное прохождение персоны без гайда. Все люди, которые пишут гайды, проходили персону по 2-3 раза. Потом садились, оптимизировали прохождение и получался гайд. Который позволял пройти персону просто идеально. Прям вот настолько, насколько это возможно. Играть по гайду, правда, это абсолютная тупость, конечно. Нет, надо Роэль покупать отдельно, как полноценную игру. Никакого аддона. Берешь и покупаешь еще раз игру ебаную. Спасибо большое, скажем, кому там Сега издает ее? Сега. Спасибо тебе, Сега. И они до сих пор не дают романсить Юске. Да, кстати, в персоне нет гомосексуальных связей. Вот так вот, ребят. Опять японцы угнетают педерастов. Какой ужас. Я имел в виду гомосексуалистов. Я, кстати, не гомофоб. Но там нет гомосексуальных связей. Дрю, ты не интересовался, какие спидраны по 5-й персоне? Блядь, я не уверен, что там возможен спидран. Давайте зайдем. Персона 5. Спидран. Я думаю, что там часов 20 будет. Так, ну тут романсим быстрее, тут в текстурку влетаем, да? Я думаю, что там нечего ломать. Я почти уверен, что там нет спидранов почти. О, есть! Есть! И, кстати, забавно, что здесь есть такой пункт, короче. Внимание, вы готовы? Пункт. Обычно в таблице спидранов пишут какие-то важные фичи для спидранов. Знаешь, там типа баг использован или нет? Здесь написано Hard Drive Type. И вот там большинство SSD написано. То есть в этой персоне настолько много загрузок, что наличие SSD помогает тебе заспидранить. И это не шутка. То есть это ключевой пойнт для спидрана. Рекорд по персоне 5, 16 часов, 12 минут и 23 секунды. 8 месяцев назад поставлен. Есть на втором месте 16 часов. Ну, понимаете, там этот самый... А, нет. Hard True Ending причем. Это Hard и True Ending. То есть настоящую концовку надо получить. Есть еще NG Plus True Ending. Там 12 часов люди получают. Короче, ребят. 16 часов. Попробуйте это побить. Удачи. Я не знаю, как можно игру на 108 часов пройти за 16. А, ну как бы знаю. Там просто все диалоги скипаются. Катсцены скипаются. Конфиданты скипаются. Ты ложишься спать постоянно. Ну, короче. Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. Короче, тяжело представить, как это. На одну сцену с гомосексуалистами они убрали с западного релиза. Где-то на пляже. В смысле. Убрали. У меня она была. Сцена с гейми, которые подкатывают к Рюджи. У меня была. В персоне пятой. Оу, е. Это же стандартная инвестиция. Кто-то взял 50 левел в чате и стал об фэган. Грей Фокс, спасибо. Просто в этот месяц я обнаружил 22 ляма спарксов на счету и слил их тебе в чат. Блин, люди сливают... Подчеркивание циркумфлекс. Люди сливают спарки, но при этом не донатят спарками. Хотя надо донатить. За что? Спасибо. А во-вторых, блин, было бы прикольно, если бы вернули систему, при которой ты за спарки деньги получаешь. Потому что, ну, сука, ну, типа, можно ее вернуть, пожалуйста? Я думаю, что это больше бы стримеров привлекло, чем, ну, вот Шрауд и Нинджи, которые сидят и их по 7 тысяч человек смотрят. Сейчас позвоню Филу вам. Подожди. Позвони Пылсу, разберись. Кстати, вот люди, которые говорили, что Death Stranding говно. Ну, че, пососали? Кодзима предсказал? Кодзима что сделал? В очередной раз предсказал. Что у нас там Кодзима предсказал? Прокси войны предсказал. Коллапс мемов предсказал. Что он теперь предсказал? Теперь он за полгода предсказывает уже, нахуй. Социальная изоляция. Социальная изоляция и курьеры, блядь. Все, что сосать? Хейтеры в очередной раз пососали. Кодзима опять гений. Ставь лайк, если тоже, как Кодзима выпустил коронавирус, чтобы доказать, что твоя игра гениальна. Сабрэддит заполнен мемами предсказанных курьеров. Бля, ну вот так вот. Все. Все. Хейтеры в очередной раз пососали. Кодзима в очередной раз доказал, что он гений. Рио-то ключи не присылали тебе на ЗБТ Валорант? Нет, не присылали. Я не буду в нем участвовать. У меня похуй на Валорант. Отъебитесь от меня. Мне некуда. Вот опять. Надо напоминать раз в полгода. Ребят, вы меня путаете. Я не игровой портал. Многие путают меня с игровым порталом, который хуярит в 10 игр одновременно. Нет, я не игровой портал. Нормальный человек может максимум выпустить 2 обзора в месяц. На игру тебе надо 2 недели. Неделя на игру, неделя на написании продакшн-обзора. По-нормальному, по-хорошему. Сидишь так спокойненько, поиграл, обдумал, чтоб получилось прям пиздато. Два обзора в месяц. Иначе человек ебанется. Можно ли выпускать больше? Да, но с потерей качества. Можно ли во все игры играть? Нет. Поэтому, Андрей, а не мог бы ты сделать обзор Resident Evil, Bleeding Edge, Valorant, блядь, Final Fantasy и одновременно с этим еще поучаствовать в раннем доступе хуёступе? Нет, не мог бы. Да, Predator Hunting Grounds еще. Нет. Нет, не мог бы. Успокойтесь. Я не игровой портал, повторяю. Я еще и не О2 обзор не сделал. И у Ori and the Blind Forest, правда, не О2. Я даже не играть не хочу. Я посмотрел, мне это просто отвратительно. Они просто взяли еще и ту же самую игру второй раз выпустили. Ровно одна геймплейная фишка, блядь. Ну, чё это такое? Они даже не починили то, что в прошлой игре плохо работало. Ну, такое. Опять перепутали. Пишут. Опять перепутали меня с игровым порталом. Пожалуйста, не допускайте такой глупой ошибки. Тем более, что рано или поздно я закончу делать обзоры игр, потому что, ну, мне просто надоело. Ну, просто надоело. Хочу делать эсэшки, хочу стримить, хочу жить нормальной жизнью нормального человека здорового. А не вот эти вот обзоры. Обзоры это сложно, обзоры это сложно, потно, и оно просто не стоит того. Оно не стоит эфорта, по большей части. Я лучше пойду и сниму потешное видео, где я в жопу кому-нибудь засуну раскаленный нож. Это будет 2 миллиона просмотров. Особенно, если человек будет одет в костюм Frozen. Особенно, если при этом кто-то на фоне будет читать рэп. И усилий будет меньше, как бы, и просмотров будет больше. А вот это вот ваши обзоры, вот это вот все, это... Это такое. Эссе о том, насколько Луцай тепловосприимчив. А, в смысле он тепловосприимчив. Не понял. Не понял. Че? Да, я еще и вынимал кроссинг, не поиграл. А оказывается, все потому, что обзор Дума и его работа над ним заняла полторы недели. Ну, там, правда, Ангина еще, конечно, подкорректировала планы, иначе бы обзор на пару дней раньше вышел. Но, сам факт. Пишут, делай эссе на 30 минут. Меньше ебли и больше контента. Проблема в том, что эссе вот у нас Зулин делает. Охуенно, охуенно. Люди у нас не хотят подписываться на эссе. У нас люди хотят жрать говно каждый день. Вот эссе подписывают? Ну, блин, ну это подписываются на эссе. Это у них там Джозефа Андерсона могут жить. У нас же... Пошел он нахуй тут звать. Не буду на него подписываться. Он же раз в полгода видосы выпускает. Зачем мне это смотреть? Ой. Да еще анализируют что-то. Я лучше посмотрю, как в игру пукнули. Сказали, что она говно за 3 минуты. И нормально. К сожалению, пока что мы еще не доросли. Наш ютуб пока что еще не дорос для длинного формата. Например, люди под видео про аналитику PlayStation... Блять, люди до сих пор мне пишут. Андрей, ты говоришь, что PlayStation 5 не слабее Xbox. Я пересмотрел видео. Я ни разу не говорю, что PlayStation 5 не слабее Xbox. Я ни разу этого не говорю. Но у людей там... Мы с Зориком выяснили, что у RTX 2070 14 терафлопс. То, что я защищаю PlayStation... Короче, мы много чего выяснили. И выяснилось, что чем сложнее тема, тем больше дебилов набегает. Я повторяю. Вот под тем видео про PlayStation. Я пересмотрел его, я подписываюсь под каждым словом. Просто под каждым. Там есть пару проблем в этом видео, я бы их поменял, но я пересмотрел еще раз. Нет, все в порядке с видео. Это люди ебанутые. К сожалению. Бывает такое, что я в видео ошибаюсь. Да, бывает. Но это не тот случай. Там с хипертрейдингом ошибка, с распределением памяти в Xbox ошибка. Я нигде не говорил то, что PlayStation 4, точнее PlayStation 5 не слабее Xbox'а. Она слабее. Но я сказал, что это не критично. Но толпая... А, терафлопсы, 20%! И ты на это смотришь, ебать, нихуя себе. Вау. Ты буквально им объясняешь, почему терафлопсы это не единственное, что влияет на NextGen, а они тебе объясняют. А, терафлопсы! Ты им говоришь. Терафлопсы это не единственное, что определяет производительность. Тебе в ответ. Соси терафлопсы! Ну, что ты на это отвечаешь можешь? Что ты на это можешь? А спустя год выяснится, что из-за какой-нибудь аппаратной оптимизации или из-за какой-нибудь мелочи производительность Xbox'а, ну, скажем, не на 20% больше, а на 10%. Или, скажем, эта производительность будет затрачиваться на то, что, скажем, в обеих, в обеих, на обеих консолях будет, а это, кстати, самый вероятный вариант, на обеих консолях будет 4К 30 FPS, но на Xbox'е будет картинка чуть посимпатичнее. Вот чуть посимпатичнее. Не критически. А на обеих консолях 4К 30 FPS, а на Xbox'е картинка чуть покрасивее. И что тогда? Ну, типа, и что тогда люди будут делать? Охуеют, они же просто выпадут. Но ведь террафлопсы мерили же, блядь, ты что? Мы же мерили террафлопсы. Долбоёбы, сука. И мы, главное, вот конкретно объяснили в видосе. В чём два поинта видоса? PlayStation 5 и то, что она на 20% слабее в строепроизводительности, не конвертируется в то, что она будет на 20% слабее в играх, блядь, в результате. Одно в другое напрямую не конвертируется. Ну, типа, так не работает в реальном мире. В реальном мире бывает даже так, что... Ну, я уже приводил тут суперпример, то, что Vega 7 по террафлопсам как RTX 2080, а по производительности как... А, точнее, как RTX 2080 Ti. А по производительности реально как RTX 2080, на 20% ниже. Ну, как так, блядь? Ведь террафлопсы, ебать, что-то... Это как так? Ну, и, короче, проще истории про то, что там блоков вычислительных в PlayStation 5 меньше. Окей, их предположим меньше. И тут ставят ценники. PlayStation 5 500 баксов, Xbox Series X 800. Чего, как там 12 террафлопс поживают? А, уже не так привлекательно? Уже не так оптимально? Мы, блядь, объясняли 30 минут, ебать, то, что не надо концентрироваться на террафлопсах, а люди, блядь... А-а-а, террафлопсы! А-а-а! Здорово! Я не знаю, блядь, что с этими бабуинами делать. Это просто пиздец, конечно. Так. И донаты закончились на моих воплях. Прикольно. Написали, Андрей Кистанов, Сони Бой. Ну, это тоже, да, вот. Я, главное, написал пост. Я не Сони Бой. Вот пруфы. Типа, стримлю. Но пока на платформе Microsoft какой я, нахуй, Сони Бой? Мне пишут, а не ври, ты такой же Сони Бой, как Антон Логвинов. Блядь, ебанутый, что ли? А вопрос, когда Логвинов стал Сони Боем? Блядь, я не знаю. Я даже не знаю, когда Логвинов стал Сони Бой. Ебанутые люди, абсолютно просто. Я реально охуел после этого видоса. Мне кажется, что людей надо просто высекать, блядь, таких. Это, ну... Тряска просто неистовая. Типа, Сони Бой, а! А! Пояснили четко два поинта. Террафлопсы не определяют Next Gen. Ну, реально. Вот представьте ситуацию. Выходит Nextbox Series X, и хуяк он стоит на 40% дороже PlayStation. Чё будете делать? Куда террафлопсы? В ропу себе запихаете? Оу, е! Это же стандартный. Это же стандартная инвестиция! А я вот решил поучить английский на карантине. Но вот, сука, проблема. Ни на одном блядском сайте с курсами не висит ценника на главной странице. У нас такие охуенные преподаватели. Дай полотенце, Титан Анатон, да. Зарегистрируйся сейчас и получи три урока бесплатно. И прочие рекламные залупы. Да, спасибо. Русик Киркоров пишет. Будет забавно, если вообще не будет отличий в графике из-за того, что на Xbox и на PS5 разные инструментарии создания и игры, оптимизация. Так в том-то и дело, что мультиплатформа, если и будет работать на Xbox Series X лучше, то не так значительно. Скорее всего, там графоний будет чуть получше. И все. А так там будет 4К 30 FPS, 4К 30 FPS. Скорее всего. В обоих случаях. Но, сука, я не могу просто. Но при этом такие вопли просто... Бля, сосать. И главное, особая каста дегенератов, особая каста сравнивает PlayStation 5 с Xbox One. Рова. О, Зорик, привет. Зорик, я рассказывал про... Нет, я рассказывал про то, что я... Зорик, во-первых, мы сегодня выяснили, что у RTX 2070 14 терафлопс в комментариях у меня под видео. Ты мне, да, ты мне писал уже. У RTX 2070 14 терафлопс. Бля, слышь, 2070 в компе. У тебя 14 терафлопс. Я... Нет, там 14 терафлопс можно в разных задачах просто измерить. С какой точностью эти 14 терафлопс были сняты? Вот в чем вопрос. В каких операциях, с какой точностью? Так, флопс это операция с плавающей точкой. Да, еще степень точности в операциях с плавающей точкой есть, да. Двойная точность, дегенерная точность. Но речь о том, что... Речь о том, что... Главное, мы сделали какие поинты в видео? Терафлопс это не единственное, что определяет производительность. И то, что NextGen определяется не только производительностью. Два поинта простых. Люди, блядь, пиздец, просто... Просто... Вот ты говоришь, терафлопс это не... Они... Ну, доминирует 20%! Блядь, пиздец! PlayStation будет сосать! И главное, мой любимый поинт, это то, что PlayStation 5 это новый Xbox One. Вот это просто моя любимая история. Сидит человек на трухлявом говне. Как это любит говорить новая олдовая на Perdi Monocle. Мы сходили в Steam, посмотрели. Только у 2% людей комп сильнее, чем PS5 будущее. И это без учета SSD, которого просто нет такого у людей в компьютерах. Просто нет. И это без учета аппаратных оптимизаций, которые есть в PlayStation 5, и которых нет в компьютерах и не будет. И вот эти обладатели Perdi Monocle заявляют, что PlayStation 5 это новый Xbox One. А Xbox One на релизе, он был уже тогда хуже, чем ПК, которые существовали на тот момент на рынке. Он на момент релиза был хуже, чем ПК, которые были на рынке. И они не понимают этого, блядь. У долбоебов в голове историческая параллель, понимаете? Они... О, а вот в прошлом было так. Более слабая консоль была говном и тормозила развитие рыночка. А значит, в этот раз, несмотря на то, что у консоли ебовейшая производительность, будет так же. А еще сильный аргумент. Знаешь, какой, Зорик? Да. Какой? 10 Терафлопс ненастоящий. Это 9 под бустом. Эээ, окей. А откуда эта информация? А вообще, на самом деле, PlayStation 4 Pro 2, ну, нам просто не рассказывают всю правду. Это не настоящие 10 Терафлопс, это просто... Это под разгоном! И причем разгон такой, что прям пиздец, прям как будто Родион, блядь, RX 580, сука, на турбине. Похурузы, похурузы. Бооо, блядь, вот такой разгон, бооо, блядь. Я, сука, себя технокнязем начинаю чувствовать, когда это у нас. Там вообще нихуя непонятно, суть. Не будем забывать о том, что движки игровые, они любят все-таки частоты. Но ведь ты что, но ведь куда ядер-то в Xbox больше, блядь? Ты, значит, дал пососать PlayStation 4 Pro 2? Куда ядер действительно больше. Да, да, дал пососать. Я, я, я правда, мы сказали про цену, сказали. Вот сейчас выходит Xbox, и стоит 800 баксов, например. А PlayStation выходит, и стоит 500. Кто будет определять на Гастген? Кто будет определять, как будут выглядеть игры? Кто продаст свою консоль, а кто нет? Да, я об этом, кстати, говорил. Ну, нет, Xbox, блядь, она, 20, ну, Терафлопс уже, блядь, это... Господи, вот, сука, вот 37 минут мы потратили на то, чтобы объяснить людям, что ситуация многофакторна. 37 минут. Мы узнали то, что я Sony Boy. Мы узнали то, что PlayStation 5 нуждается в защите. Сидит долбоёб, блядь, на Core 2 Quad, и говорит, PlayStation 5 нуждается в защите. Сидит человек, у него XL лагает на его злоебучей пекарне, понимаете, на этом перде монокле. А он говорит, PlayStation 5 вы защищаете. Ебанутый человек. Блядь, ему предложат железо по себестоимости, а то и дешевле, которое просто смертоносно, нахуй, по производительности. И он говорит, ну PlayStation 5 защищайте. Чего там защищать, сука? Я смотрю на этот SSD, и я понимаю то, что это пропускная способность. Был ещё, кстати, имбецил, потрясающий человек. Знаешь, что он написал? Короче, говорит, пропускная способность SSD не впечатляет. У DDR2 была такая же. Дурак, не понимаешь, что это как раз тебя, дебилы, и должно впечатлять. У SSD пропускная способность, сука, как у ебаной оперативной памяти. Доброе утро, блядь. Я просто прочитал комментарий, я такой, блядь, подумай головой, сука ты, у долговременного хранилища скорость чтения записи, как, сука, у энергозависимой памяти, ты понимаешь, что это просто охуенно? Он такой, ну DDR2 дает пососать этому вашему и создать, как тебе такое, Марк Церни? Вот у меня, блядь, у деда DDR2 стоит в компьютере, сосать твое долговременное хранилище, сосать! Как раз суть в том, что оно настолько быстро, что будет работать как комплимент к оперативной памяти. Я не шучу, мы реально, мы просто читали комментарии, просто охуевали от того, какое количество дегенератов там просто находится. Я, Андрею, пару выдержек даже скинул. Ой, давай, давай. Я, кстати, в первые пару часов все комментарии прочитал, все. Зачем? Там Андрей меня попросил, говорит, иди, читай комментарии, отвечай. Я пошел, почитал, ответил. Мне плохо стало. Я задумался о своих жизненных решениях. Я сейчас, да, ну то есть это видео, мы его выпустили, нет, я на самом деле рад, лайков там больше. Я не против такого видео выпускать, потому что вот такие видео, типа спойлерафобии или про консоли, они отсеивают идиотов, потому что, ну, со спойлерафобией там еще может быть вопрос, но здесь, короче, смотрите, комментарий был какой-то. А, ну вот, Алекс Пенк, ты его читал, по-моему, на стриме, да, уже или нет? А, что он, что у нас? Супер, супер, супер комментарий, короче, значит, ребят, что-то цитируем комментарий. Да, 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 я его читал уже. А, а, я вас учитываю. В момент анонса PS4 и Xbox их производительность не была впечатляющей. Лол, а как же обещанный Next Gen, о котором постоянно... Кстати, я не знаю, кто орал о невероятной производительности PS4 и Xbox One на моменте их релиза. По-моему, все наоборот. Ну, нет, нет, говорили. Нет, говорили. Кто, блядь? Кто? Можно конкретно потыкать? Можно потыкать конкретно? Нет, поднимать надо. Нет, по сравнению с шестым поколением консолей, у них была охуенная производительность относительно. Но в них был хуёвый проц, добро пожаловать, блядь, бульдозер, по-моему, или там, дядь, там Ягуар, ну Ягуар это бульдозер, да? Я не помню. Короче, там был хуёвый проц, горячее говно. То, что у вас в фокусах, короче, по сути. Да, и там был GCN с не очень впечатляющей графической производительностью. Даже на момент релиза этих консолей. Вот если вот ты сидишь в 2013 году, у тебя топ 780, по-моему, да, 780 Ti. И уже в конце того же года, когда консоли начинают подходить, появляется 980 и 980 эти. То есть у тебя уже как бы, ну, то есть они на уровне, даже не 700, знаешь, они не на уровне 770, они на уровне 750, по-моему, 750 Ti находятся. Ну, то есть, если грубо вот так сравнивать, так сравнивать нельзя, ну, грубо, типа. И, по-моему, Xbox ещё слабее. То есть PS4 это 750, а Xbox ещё слабее. Я, кстати, у себя на стриме говорил о том, что это, возможно, вынужденное решение, чтобы в ту же ценовую категорию попасть. Из-за того, что Xbox пытались пропихнуть свою консоль не только как игровую консоль, а как ещё и домашнюю приставку. Да, ну и как ещё и телевизор, да. И как ещё и телевизор, поэтому они хотели попасть в более дешёвую ценовую категорию. Нет, не более дешёвых ту же, что и Sony, но из-за того, что они там... Ну, у них же вот эта вот фигня с Blu-ray. Да, Blu-ray там, TV, 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 да, TV. Вот эта вот вся хуйня, скорее всего. Ну, им нужно было просто в тот же бюджет, что и Sony вписаться, и поэтому они решили сэкономить на видеопамять. Так называемые блогеры, которые говорили про GTX 980 в PS4, кто про это говорил? Я в 2014 году не делал видео про консоли, поэтому я гарантированно не мог этого сказать. Но мы, когда внутри себя обсуждали, мы не прыгали от счастья от того, какие они мощные. У нас это огромная разница была. Ну, сейчас есть техноблогеры, вам поясняют. Ну, да, разумеется, в этом году выйдет Ampere, и Ampere будет процентов на 30-40 производительнее, чем текущее поколение видеокарт. А RDNA 2, то есть, то, разумеется, будет тоже производительнее. Это, блядь, пока железо всегда обгонит консольное. Важно то, насколько высокую планку заранее ставит, насколько высок потенциал консолей. Будет ли скачок? А скачок, блядь, тут восьмикратный. Это не вопрос. Я и говорю, что консоли как бы ставят именно планку прыжка. То есть, прыжок в графе, он будет даже на прошлом поколении, ну, на текущем поколении консолей мы этот прыжок увидели. Вот, хотя правильно сказали, что железо было не таким впечатляющим, как сейчас, например, нового подходящего поколения консолей. Nextgen, я имею в виду. Вот, поэтому скачок, я уверен, что будет, и все немножко... Да, ну, понимаешь, ну, идиотов закрутилась в голове историческая параллелька. Понимаешь, в том поколении слабая консоль шашала. Вот, а значит, в этом поколении, по правилу экстраполяции, а ведь, как известно, то, что было раньше, повторяется всегда. Именно поэтому мы все живем, как, блядь, в древнем междуречии, сука, дебил тупой. А именно по этому правилу, вот, в этом поколении слабая консоль тоже будет сосать. Это же, блядь, абсолютная логика просто. Да, там еще были люди, которые просто не умеют слушать, они, типа... Ну, Андрей, тебе стоит, мне кажется, успокоиться, потому что это уверяк на дебилов. Блядь, я столько давно не видел. И половина пишет, я думаю, что ты, Андрей, прежде, не разбираешься. Блядь, я как раз разбираюсь, симпицил ты тупой. Я как раз разбираюсь. Это ты где-то уловил что-то, по пуке, пуке, по... Блядь, я, сука, студирую железо последние полтора года жестко, у меня IT-образование. Если я что-то говорю, я говорю относительно с уверенностью. И в этом видео мы ошиблись два раза. Один раз рассказывая про распределение памяти, по-моему, в Xbox Series X, как она делится. А второй раз... Нет, там я не ошибся. А, где ты ошибся? Ну, просто скажи. Я сказал, что, типа, два вентилятора в Xbox... А, там один вентилятор, да. То есть система охлаждения Xbox... Все остальное, сука, сказано по делу, я переслушал, я перепроверил нахуй. Если кто-то просто услышал у нас жопа, и там были люди, которые услышали то, что я защищаю PS5. Там были люди, которые услышали то, что... А, были люди, которые услышали то, что я говорю, производительность не имеет значения. Я это говорил? Нет, мы говорили, что в определенный момент, когда производительности достаточно, ты начинаешь фокусироваться на других вещах. Ты сложную фразу сказал, то, что производительность... Подожди, мы сделали поинт, что производительность, это не единственное, что имеет значение. Но человеку, у которого мозг бинарный, ему тяжело понять, он такой... Производительность, так я не понимаю, так PS5-сосать? Или производительность не имеет значения? Ему говорят, производительность, это не единственное, что имеет значение. Подожди, ты что, не будешь, что ли? Я не понял. Так PS5-сосать или не сосать? Я не понимаю. Ты мне скажи, сосать или нет? Я говорю, понимаешь, она слабее, но это не единственное, что имеет значение. Это же много других факторов. Вот по сравнению с текущим ПК-рынком... Эээ, сложно, сосать PS5-сосать, ты дебил, не разбираешься. Блядь, я не знаю, сука, это самое... Всё, мне больше нечего сказать, короче. Оу, еэ, это же стандартная инвестиция! Дрюзай, ты ходил по эмако с стоящим или заброшенным зданием и постройкам, это же просто шедеврально. Да. Заходишь в какой-то дом в лесу и там сидит бабка, которая тебя просто с кем-то путает. Пускай тебя в свой дом, а ты просто пиздишь её дробовик. Это отсылка к Red Dead Redemption 2. Там были люди, которые уже ванговали, что у PS5 будет хуёвое охлаждение, именно поэтому они не показывали консоль. Да, там вот это вот, знаешь, ещё конспирологии много, фантазии, фантазии, короче. И, знаешь, ещё вот такие комментарии. Xbox Series X мощный, а PS5 это разогнанная ебучая печка, которая будет работать на пределе возможностей. Там всё будет упираться, она будет горячим говном, она будет взрываться. Я просто читаю и думаю... Ну, ребят, как бы это может произойти, но ты к этому нет пока что никаких предпосылок. Нет, в смысле может произойти. Ты просто читаешь и ты понимаешь, человек нафантазировал себе ебучую консоль. Да, реально, нафантазировали. Человек сел и придумал, какой будет PS5. И меня хуесосят за то, что у него в голове в фантазиях PS5 горячее говно. Да пошёл ты нахуй, дегенерат. Ну, серьёзно. Придумал, говорит, она, наверное, как дефтит будет выглядеть, сука. Я так хочу, чтобы она выглядела, как, знаешь, вот это вот... Пожалуйста, пусть PS5 выглядит, как вот этот вот, знаешь, шарик, который клоун собирает в виде собачки ебаной. Вот, чтобы она выглядела вот так вот, чтобы все охуели, чтобы все пососали. Господи, просто жопа разорвалась. Порвалась ли у меня жопа от этих комментариев? Да, да. И главное, половина из них говорит... Эээ, Дрю, тебе стоит говорить про игры, подучить, мочайся. Дрю, а ты вообще понимаешь, что 12 терафлоп больше, чем 10? Ты понимаешь? А PS5, ты вообще понимаешь, что... Она разжогненная. Она разжогненная. В ней меньше вычислительных блоков. Ты понимаешь, меньше вычислительных... Она вся будет работать на пределе возможностей. Я смотрю, такой, блядь... Ну, блин, Андрей, там было много положительных комментариев. Ты об этом забываешь. И ты должен понимать, что человек... Я нарцисс, блядь, у меня нарциссизм, сука! Я воспринимаю любую критику с удесятеренной силой, блядь! Дебилы, которые ставят дизлайки, которых всего лишь 300 человек относительно общего количества просмотров... Они с гораздо большей вероятностью полезут в комменты, чтобы какую-то хуйню написать. Я это все понимаю! Ну ладно. От этого понимания жопа не перестает полыхать. Это правда, я понимаю. Ну, ты тоже, например, понимаешь, что у тебя отношения, которые развалятся. Ну, ты же продолжаешь в них участвовать, что я могу сказать. Ты какой же ты, пидорас, блядь! Это я к тому, что людская природа неисповедима. Это правда. Но ты пидорас, блядь! Вот так вот. Я думал, мы с тобой друзья. Да. А мы с тобой враги. Он только поэтому тебе это и говорит, Зорик. Ладно. Ну, что он мой враг. Ты дурак, что ли? Если я был враг, то сказал, да, Зорик, продолжай. Ставь, делай all-in на эти отношения. Все будет стабильно и хорошо. Это выглядит как очень крепкая, разумная инвестиция. Все будет нормально. Это же стандартная инвестиция. Вы когда с тобой в all-rat пойдете на колец? У меня нет ключа, у тебя есть? У тебя есть ключ. Что такое терафлопс? Неблушу, взъебучь, пишите. Объяснений не требую. В гугле не забывай. Неблушу взъебучить. Терафлопс – это количество операций с плавающей точкой, которая производит, ну, как бы, данное учислительное устройство. В секунду. Тера – это приставка системы интернациональной. Которая обозначает, по-моему, если я не ошибаюсь, мы ошиблись 10 в девятый. Тера – это у нас что, 10 в девятый? Вроде да. Ну, сейчас просто уточним, чтобы там пиздежа-то не было. Нет, тера – это все-таки 10 в двенадцатый. Вот. Да. Гига – это 10 в девятый, тера – это 10 в двенадцатый. Вот. Про разгон PS5 – это вы сене отсюда пришли. Ой, на его… Так, подождите. Эксперты заявляют, что PlayStation 5 не сможет выдать производительность 10 терафлопс. Пишет охуенный экспертный портал overclockers.com. Давайте почитаем. Оверклокеры. Я обожаю оверклокерс. Особенно комментарии на оверклокеры. Раньше overclockers.ru был порталом для изборных людей, которые занимались железом. Но где-то году в 2012-м оверклокеры стали игроманией от мира железа. Если вы понимаете, о чем я. Так. Специалисты сразу нескольких изданий обратили на то, что заявленная Sony-производительность ядра в 10,3 терафлопса не соответствует действительности. Как сообщают авторы бла-бла-бла, видеочип будет иметь динамические тактовые частоты, и цифра в 2023 ГГц будет достигаться далеко не во всех сценариях, а следовательно и производительность в терафлопсах также будет плавающей. И чё? Ну типа, окей, она будет варьироваться благодаря системе. Какая там система, которая распределяет? AMD Shift она называется? Smart Shift, по-моему. Нет, она будет варьироваться не из-за этого. Но Shift это другая система. Ну Shift перераспределяет энергию между процентами видеокарты в зависимости от необходимости. Из-за бусты видеокарты просто. Успения будет так работать, чтобы варьироваться. Блядь, ну и чё, типа, в нужном сценарии она сможет выдать в частоты буста какие проблемы? Я просто не понимаю. Вот у тебя сценарий, где тебе нужны все 10 терафлопс. Мы берём и выдаём 10 терафлопс. В чём проблема? Кто сказал, что не будет возможности поддерживать на постоянной основе частоты буста PlayStation 5? Кто это сказал? Никто это нахуй не сказал. Соответственно, эти эксперты могут пойти похую. Это как сказать, что мой 9900 не может работать на 4.7 просто потому, что, блядь, не может. Андрей, мне вот эта картинка ещё нравится, пиздец. Аверс локерс, вот это вот. Сейчас тебе в ТС кускину, а на самом конце идёт. Xbox Series X with PS5 like variable clocks. Вот это вот хуйня. То есть они подливают ещё масло в этот ебаный срач. Нереалистичную абсолютно графику показывают. Блядь, ну это же реально хуйня. Это реально как-то желтуха от мира железа, блядь. Ну вы почитайте эту хуйню. Посмотрите. Там написано, короче, график есть, где есть PS5 Pro. Да, я сейчас в чат. Короче, смотрите, там есть PS5. PS5 так как она рекламируется. Потом Xbox Series X. И потом рисуется некий охуенный концепт Xbox Series X. Но у которого будет варьироваться частота, как у PlayStation 5. Они ебанутые, что ли? Они что, пизданутые? Ну то есть, реально, это знаешь, типа, а вот так будет выглядеть Xbox? Ну только если он будет фантастическим, сука, из сказочной страны ОС, блядь. Чего? Это же, блядь, это же желтуха ебучая. Это же просто желтуха ебучая. Ну они, мне кажется, это просто специально сделано. Я не знаю, зачем они это делают, но они подбивают масло вагон. Ну это правда. Может быть, просмотрят? Слушай, я этот портал, WCC Tech, никогда про него не слышал. Скорее всего, это желтушное говно какое-то. Ну потому что, это такой бред так делать. Типа Xbox, но как бы если бы он бустился на уровне PS4. Блядь, а что... Я не думаю, что это от WCC FTEC, вот этот вот график. Мне кажется, это... А нет, это от WCC FTEC, да. Я хуй знаю. Это бред, просто пиздец так делать нельзя. То есть, Xbox, вероятно, будет работать на пределе своих возможностей, и то не все время. Вероятнее всего, наоборот, Xbox будет сбрасывать свои 12 тера флопс по необходимости. Нет, 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 Андрей, перестань сейчас говорить прямо сейчас. Потому что на презентации Xbox говорили о том, что у них вся... Частоты будут залочены. Залочены. Частоты, то есть, не дадут разработчикам право управлять частотами никакого. Ну а зачем? Они будут просто залочены всегда. И они хотели этим как раз обеспечить стабильную производительность. Понимаешь, у этого есть минусы. Это мешает, например, снизить энергопотребление. Я не говорю, что у этого нет минусы. Это то, о чем я с тобой хотел поговорить в конце стрима. О том, что у них разный подход. Ну да, но это, понимаешь, мы с тобой как умные люди это обсуждаем. Животные орут то, что 12 тера флопс. Например, у вас игра, вот пример, чисто. У вас игра, которая залочена на 4к 30 фпс. И в этой игре включается катсцена, в которой два персонажа стоят и балакают на фоне одного и того же фона. Нужны ли тебе в этом моменте все 12 тера флопс? Нет. Ты можешь сбросить частоты, потому что у тебя 30 фпс лок стоит. И у тебя есть запас сверх него. Ты можешь спокойно снизить частоты в этот момент, если у тебя игра полностью управляется под консоль. И дать консоли, например, остыть. Или, например, понизить ее энергопотребление на этот момент. Но разработчикам это делать не обязательно. В PS4, скорее всего, будет автоматически. Да, но в PS4, например, Naughty Dog этим дохуя пользуются. В PS4 Naughty Dog в момент катсцен, ну, они условно давали консоли отдохнуть. А когда там интенсивный геймплей, она орала, как свинья, кстати. Ну, слимка просто орала, как свинья. Просто я тебе говорю, это может не происходит не из-за того, что разработчики это сделали, а просто система так работает сама по себе. Хорошо, может быть, система так работала. Но anyway, это давало консоли возможность, например, в ненагруженных сценах слегка понизить частоты без потери фреймрейта и нормально себя чувствовать. Постоянный лок имеет свои плюсы, постоянный лок имеет свои минусы, связанные с энергопотреблением и так далее. Верно. Верно. Ну, окей, в Xbox будет 12, но, наверное, если он залочен на этой частоте, это означает, что с известными параметрами отвода тепла, с известными параметрами энергопотребления, это наиболее эффективное и залоченное. Оптимальное. Да, и, скорее всего, идти выше нее уже будет не очень хорошо. Нет. Да, все, выше уже не сходишь. Сратость вот этого графика как раз в том, что они показывают какую-то нереальную частоту, нереальную производительность чипа, который и так уже большой, который нужно охлаждать, которому нужно подавать питание. Они просто взяли и разогнали его до 2,23 ГГц. Ну, типа, что за хуйня? Это абсолютно вымышленная параша у меня от этого бомбанула как раз. От того, что, ну, это... Это не просто придумано, это еще не выглядит очень реалистично. Это все равно, что взять 28 Ti с большим чипом, который и так уже работает на этих маленьких частотах, и сказать, что она вот могла бы выдавать вот такую производительность, если бы ее под жидким азотом, сука, разогнали до 2,5 ГГц. Бля, кстати, тут еще вкинули второй пост. Значит, смотри, новость. Нет, ребят, оверклокерс это, ну, просто пиздец. Второй пост называется. Новая консоль от Sony серьезно уступает Xbox Series X. Там еще более тупорылый график с этого же портала. Посмотри, блядь, посмотри на этот график. Там еще, снизу есть линия, называется Xbox GeForce RTX, сука. И там 16 Терафлопс, блядь. Ну... Они, блядь, наверное, по GeForce RTX понимают Titan RTX, блядь, или что? Это единственное объяснение, как этот график может выглядеть легитимно, если там Titan RTX стоит. Я не знаю. Типа, чего нахуй, какой нахуй 11.9, какие что-то... Чего вы не... Блядь, то есть еще более тупой график. Еще более дегенеративный график. Ладно, хорошо. Так вот, новая консоль от Sony серьезно уступает. И знаете, на основании чего это сказано? Один твит от одного человека. Некий разработчик, который... Кто это такой? Крис Гранелл, какой-то разработчик. Где он работал? Кто это такой? Написал. То, что он с кем-то там поговорил и подтвердил что-то какие-то там слухи, то, что якобы Xbox сильнее, чем PS5, а фанбои сосать? И на основании этого твита, какого-то мудни, мы делаем заголовок... Xbox действительно сильнее по цифрам. Тут никто не спорит. Да никто с этим не спорит, но это не означает, что он критически ебать как сильнее. Это не означает, что Sony сосать пока что. Давайте Sony сначала пососут, а потом мы уже будем об этом говорить. Sony еще не пососали. Еще этого не произошло. Они еще не показали нам ничего, что можно было бы классифицировать как SOS. Я, по крайней мере, не заметил. А я не понимаю, как с 9 террафлопсами даже можно пососать. Ну, то есть, типа, у тебя было в прошлом... Прошлое поколение ограничено консолью с мощностью 1,84 террафлопса, а сейчас у тебя 9, нахуй, минимум. И ты можешь буститься до 10,3, ну, типа, окей, буститься. Но, типа, кто тебе сказал, что ты не можешь мейнтейнить этот буст на постоянной основе по необходимости? Типа, что плохого в этом бусте? Типа, в чем проблема? Это так же тупо, как и говорить, то, что вот видеокарта RTX 2080, между прочим, блядь, пидорасы, вы грязные, или там процессор 9900K и его производительность, это ложь, потому что на самом деле его частота 3,6. 3,6 у него частота, сука, 3,6. А 4,7 это буст, и поэтому... А вот если бы, сука, у 3900X был такой буст, он вообще бы нахуй всех ебал. Ты все правильно сказал, да? Ну, типа, это настолько же желтушная хуйня. Это настолько же желтушная хуйня. Ну, дал моего прадца буст. И он работает на нем 100% времени. Ну, почти. Когда я браузер открываю, он может работать на стойке. И чё? Ну, вот PlayStation, например, она будет работать на 9 террафопсах в меню и на 10 в игре. Бля, вот это обман. Обман игроков. Я не знаю, короче. Пошло на все нахуй. Давай донаты послушаем. Хоть что-то приятное. Давай. Оу, е! А, блядь, мне донаты. Спасибо. Леба, бланя, да. Так, походу, вы совсем забыли о напитке для миров елда. Ой. Спасибо большое. Блядь, у меня аж горло болит. Я просто сегодня весь день сценария озвучил, а мне еще озвучил. Это за стандартная инвестиция. Достаточно так нормально. Очень давно на стримах не был. Спасибо, сломаный малькулятор. Баян и прочий кал. Буду исправляться. Не вопрос, спасибо. Видео, протирав лоб соли, было также крайне информативным. Осталось дождаться, когда Sony побольше инфы предоставит. Я просто понимаю, Зорик, я не понимаю, как иметь 9 тераплопс можно пососать. Ну, то есть, даже, короче, я даже... Гипотетическую, не теоретическую, гипотетическую ситуацию представив, в которой у нас будет мультиплатформа какая-то, которая выйдет и на Xbox, и на PS5. И окажется, вот окажется, мы окажемся с тобой в мире, в котором PS5 будет работать на чистоте, которая будет давать только 9 тераплопс производительности. Так. И то в конце поколения следующего. И, типа, у нас в этой гипотетической ситуации получается, что разработчики себе позволили какие-то красивости в игре включить, и игра выглядит лучше, чем на Xbox. Я до твоего прихода сказал, что вся эта разница, скорее всего, идет не в разрешение или в FPS, она, скорее всего, идет в какие-то там изъебистые утеселяции или шейдеры. Скорее всего, да. И там и там картинка будет отличаться в маленьких деталях, важных, но маленьких. И это не будет ломать вам мозг. То есть, я не понимаю, о чем... Окей. Или предположим. Я, правда, не знаю, будет ли там аналог тензорных ядер в RDNA 2, потому что, на самом деле, мем в том, что с приходом DLSS грязная производительность вообще начинает как-то отправляться нахуй. Я об этом, кстати, тоже говорил, Андрей. Потому что... О презентации Xbox. Да. Мне сказать или нет? Ну, потому что... Вы видели контрол с DLSS 2.0? Там минимальные артефакты на картинке, там почти нет никакого мыла, выглядит игра просто отлично, а производительность вырастает чуть ли не на 30%. Короче, смотри, там тензорных ядер не будет, но есть оптимизированный режим работы для этого самого, для GPU. Его показывали на презентации Xbox, который увеличивает производительность в задачах с машином обучения, в задачах с низкой точностью. Вот. И как бы Xbox сделали на этом акцент, а Sony, скорее всего, до этого просто не дошли, потому что мне кажется, что это просто фича, который внутри RDNA 2. Вот опять, Руссик Киркоров пишет, если я ошибаюсь, то поправьте, если железо будет работать всегда на пике и без возможности падения, то надежность консоли падает? Нет. Нет. Ну смотри, я не знаю, но вообще консоль это инженерное решение, которое разрабатывается так, чтобы служить тебе 10 лет. А то и больше. Чтобы его можно было даже не обслуживать. Поэтому обычно частота фиксированная выбирается таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную гарантированную работу устройства в течение 10-летнего срока. Вот такие вот дела. Это не максимальная частота, на которой может работать. Это оптимальная частота в тех условиях, в том инженерном решении, которое Xbox придумали. Если мы поговорим об инженерах, но я не могу назвать ни ЦР, ни идиотом, ни инженеров Xbox идиотами, потому что Xbox One X – отличное устройство, PS4 Pro – отличное устройство, PS4 – отличное устройство. Ну, могло быть посильнее. Вот из всей линейки консолей прошлого поколения только Xbox One с инженерной точки зрения – говно, потому что это видик ебучий, а не консоль. Только Xbox One, первый самый Xbox One, срань. Даже Xbox One S – не говно, потому что это мелкая, дешевая консоль. Он, сука, мелкий. Он мелкий и самый дешевый. Он с толпом 250 баксов, или даже 200. Оказывается, Андрей, когда ты пытаешься сделать из своего продукта мультитул, а не специализированную коробку под игры, получается мультитул, который сесет в специализированных задачах под игры. Да. Так что, вот эта вот вся история про то… Господи, ну, вот это вот… Короче, ребят, запомните одну простую вещь. Overclockers давным-давно были хорошим порталом, но уже лет 10 это игромания от Мира Железа. Перестаньте. Просто перестаньте. Господи, сделать из твита хуй знает кого новость о том, что… Вот знаешь, причем не написано. Новость не называется разработчик… Даже разработчик там Сони считает то, что Сони слабее. Просто на основании какого-то пука что-то там считает. А вот Джейсон Шрайер собрал… Джейсон Шрайер, в отличие от этого хуебеса, не пойми кто, человек, который авторитетный инсайдер. А вот Джейсон Шрайер говорит, что разработчики охуеть, как довольны PlayStation 5. Что дальше? Разница в том, что Джейсон Шрайер достоверный инсайдер, а это какой-то клинт-хуинт. Что дальше? Россияне уже оставляют отзывы о приставке PlayStation 5 на Overclockers. Ой, блядь, комментарии на Overclockers это отдельный вид искусства. Оу, е! Это же стандартная инвестиция! Халкет Ван, спасибо! Ты не разбираешься в консолях просто. На них битховены майнят. Вот им улица, натирав лобсы. Вообще, моление на Террафлопс бесполезный процесс, о чем мы уже еще раз сказали. Андрюша, мы с тобой закончили сегодня разговор о консолях? Я не знаю, мне кажется, он никогда не закончится. До тех пор, пока они не выйдут, и люди не будут, блядь, люди не поймут, что типа там не в Террафлопс, а в игры придется играть. в God of War будут играть без поднимания бревна, да? Блядь, ты просто... Так и как ухуеют. Я просто вот так думаю, ну вот предположим, выходит, значит, выходит, значит, две консоли, я просто представляю, что это... И выходит мультиплатформа, и в одной игре, вот скажем, на Xbox Series X мы получаем 4K30 FPS, а на PlayStation 5 мы получаем 1900 FPS с обскейлом. И на Digital Foundry выходит видео, где с 20-кратным зумом видна разница. И люди такие, ну все, PS5 сосать, наконец-то. Наконец-то, вот оно, блядь. Дождались, да? Тут нативочка, а тут шахматный. Сосать! Я, правда, разницы не увижу на своем мониторе. Значит, все вот эти вот люди, которые покупают себе телевизор, блядь, LG, OLED за 200 тысяч рублей, 8K. И сидят... И вот так, вот так, вот так, вот так, ууу, ребят, ууу, со... о, вижу пиксел. Вот он, шахматный рендеринг. Вот он, вот он, смотри, шахматный рендеринг. Сосать, PlayStation, наконец-то. Я просто, конечно, да, с нетерпением жду этого момента. Это же стандарт Десора, спасибо Да, как бы, ну это потешно Но графика в эксклюзивах Sony Эксклюзивы Sony в этом поколении Самые красивые игры Вот на ПК есть RTX 2080 Ti А самые красивые игры делает Sony Блядь, как так? Почему? Тоже непонятно Нет, на ПК тоже есть пиздатые игры То есть метро Kingdom Come Deliverance Охуеть О, эти 30 фпс в ровне Да, но Red Dead Redemption, да Но, когда дело касается Uncharted Of Last of Us, Part 2, Order И прочие штуки В плане визуала у Sony все в порядке И это было при 1,84 терафлопса При том, что им надо было выпускать на это Вот на это вот еще Свои игры А уже потом на 6 терафлопс Которые там вот это вот PlayStation 4 Pro Вот такие дела О, это же стандартная инвестиция COVID-19 Пошел нахуй, но спасибо за инвестицию Какие красивые У меня пока за 10 тысяч рублей Лучше картинку вот эта Это потрясающая Cool Story, конечно Обожаю ее А, знаменитая картинка Которую ты загрузил Allpapers.com Про вот эту картинку Кабачок Бебезьяна Эти знаменитые Стабильные 30 фпс В Bloodborne Но пока на ютубе Да, вот эти вот Да Хотя я бы не отказался От Bloodborne Но на PS5 60 фпс Бля, такой смак будет Просто Мне кажется, там больше 60 Можно выжить Выжить можно Но никто не даст Потому что Иначе игра сломается Нахуй Короче Мы уничтожили комментаторов Которые недовольны нашим видео Они могут насрать Вот бывает такое Что я считаю комментарий Понятно, что в видео Сказал что-то неправильно Ну бывает такое Не часто, но бывает В данном случае Я, сука, переп... Я был... Я, блядь, на нервах Пиздец Неделю из этого видоса сидел Потому что Сука, ну может мы что-то... Я... Нет Нет, нет, нет Просто люди ебанутые Тема сложная Люди немножко не справляются Это же эпический донейшн Ройлет, спасибо Дрю, привет Да, похуй на них Выйдут консоли Потом посмотрим Как говорится Весна покажет Кто где сра Это правда Ройлет, спасибо за мощную инвестицию Еще статья Главная фишка Sony PlayStation 5 Оказалась бесполезна В реальных играх А производительности Может не хватить Для конкуренции С Xbox Series X Пишет Вульс Сон Блядь, я так люблю Эту конкуренцию Когда ценники неизвестны Еще тоже очень важный момент Просто охуенная Конкуренция Сука Я не знаю Я не знаю Сука Потом консоль им поставят Ладно, забейте Оу, е Это же стандартная инвестиция Донат, защищающий от дебилов Из комментариев Спасибо Спасибо за интересные стримы и видео Спасибо, Weather Report Спасибо Мой любимый стенд Будет потом Когда я до него дойду Я пока только начал четвертый сезон смотреть Извините Оу, е Это же стандартная инвестиция Спасибо за работу Приятный бонусный материал К видео PS5 Xbox Series X Политек, да Так что можете назвать это видео Там залить кусок стрима на ютубе Типа Дрю уничтожает хейтеров консолей Или Дрю уничтожает хейтеров PlayStation 5 Или Дрю признается Что он великий Sony Boy И людей будет огорчение ожидать Или там Разоблачение Дрю Зая Двоеточие Великий Sony Boy спалил Не знаю, такая тупость Сука, меня называют Sony Boy 90% обзоров на ПК Собирал ПК Молился на ПК Потратил на ПК Сука, столько, сколько люди на машине Sony Boy Да Sony Boy, ебать Бесовский Sony Boy И Бесовский любит Свои консоли Он хороший Sony Boy Но он Sony Boy И в этом нет ничего плохого Он амбассадор Sony в России Это доказывает Я ПК боярин, блядь, с детства И мне говорят, что я Sony Boy Ну как тут в рот не накакать Ну как тут в рот не надрестать Оу, е Это же стандартная инвестиция Дрю, привет Спасибо, Ксенко, да При изучении разных наук Помимо приобретения новых знаний Учишься ли ты лучше обращаться с информацией Лучше делать выводы и так далее Да, учишься Особенно, если ты отдельно этим занимаешься Но вообще, если ты читаешь хороший научпоп То ты обучаешься Ты смотришь, как автор книги Подводит тебе какую-то информацию И ты понимаешь, как работают умозаключения В отличие от людей Которые мыслят магическим мышлением В духе Вот там Xbox сосал И сейчас будет сосать Вот нам, короче Тетка свеклой жопу натерла И это помогло ей от пневмонии Так что сейчас жопу мы себе натрем И коронавирус будет сосать Такое магическое мышление, знаешь Вот, помогает хорошо Это же стандартная инвестиция Крутая футболка Почти как у моего деда Спасибо, Орка Блядь, мне скинули эту хуйню Какую? Главная фишка Sony PlayStation 5 Оказалась бесполезной В реальных играх А производительность может не хватить Для конкуренции с Xbox Series X И тут, короче, пометка Если не верите тестам известного блогера Изучите информацию по ссылке Там эксперты однозначно заявляют Что быстрый твердотегный накопитель Вене стандарта PCI 3.0 Даже PCI 4.0 Оказывает незначительное воздействие На игровую производительность Стоп, остановись Остановись Я могу прямо сейчас сказать Почему это тупо А, давай Ну я даже не знаю Потому что в данный момент Игры разрабатываются под консоли В которых, блядь, HDD стоит И именно потому что Игры разрабатываются под консоли В которых стоит HDD Они не задействуют На полную мощь SSD Которые потенциально могли бы задействовать Если бы разрабатывались под консоли В которых стоит HDD, блядь Именно поэтому, например, GTA 5 не может использовать весь потенциал вашего SSD, потому что она разрабатывалась под прошлое поколение, но она корявая, сука, она не умеет просто пользоваться этими аппаратными мощностями. И вот шок. Игры в следующем поколении, разрабатываясь под консоли, в которых есть быстрый SSD, смогут наиболее полно использовать быстрый SSD. Они не поняли, что главная фишка не в том, что SSD есть, а в том, что он позволит сделать. Это пиздец, блядь. И там видос с Linus'а, да. SSD-шники сравнивают, типа, человек сможет отличить или нет сейчас работы с SSD-шника? Нет, ты, сука, не сможешь отличить. Да, видос, кстати, видос абсолютно левый. Да, видос абсолютно левый, я его видел. Да, видос про то, что Linus вставляет в компьютеры разные накопители и просит человека вслепую сказать, где стоит какой SSD. Ну, типа, это вообще левое видео, это видео там про загрузку винды, то есть оно вообще левое. Короче, ребят, оверклокерсы идут нахуй с такими статьями, просто идут нахуй, честное слово. Ну, то есть, бля, я не знаю, ну, то есть думалку-то надо включать. Он только успокоился, и ты опять запустил колесо хаоса. Я тоже только успокоился, а потом я увидел, ты не падал статью. Ну, сука, это видоса показывает. Митл, спасибо большое. Юморный рот. Насчет стрима по Eternal, возможно, будет, когда буду отдыхать. Русикер Корф пишет. А ничего, что Digital Foundry протестировали Star Citizen, который оптимизирован под SSD, там с SSD FPS выше в половину. А, да, пример игры, блядь, пример одной игры, которая использует SSD и строго требует SSD. Star Citizen. FPS не повышается. У вас там без SSD вдвое меньше FPS, потому что игра постоянно подгружается с SSD. Она не стесняется использовать высокополигональные ассеты all across the board, и она постоянно подгружается. И поэтому без SSD в Star Citizen вообще нахуй нечего делать. Это просто пример игры, которая хорошо оптимизирована именно под применение быстрого накопителя. Но SSD, FPS... Опять, люди оценивают будущее поколение консолей текущими играми. Не надо пользоваться экстраполяцией, пожалуйста. Не работает это так. Если бы каждый день был похож на прошлый, мы бы до сих пор жили в Междуречии, а на самом деле мы бы до сих пор плавали в первичном бульоне. Дни-то похожи, но изменения-то есть. Это же стандартная инвестиция. Супербастер, спасибо. Чуть-чуть заполняю полоску и спонсирую на будущий ролик. Спасибо большое. Нет, реально, просто от этого ролика прям... Вот сейчас реально я вы... Спасибо, ребят, что дали такую возможность. Я просто душу... Я выговорился. Железо – это сложно. Про него думать сложно. Про него говорить сложно. И когда приходит долбоеб, который несет чушь и пишет, что ты не разбираешься в матчасти... Блядь, ну-то ты не разбираешься в матчасти. Соси! Это действительно очень больно. Был донат от Романа Беларуса. Роман Беларус. Спасибо большое. Пишет Роман. Хочу выразить свою благодарность за твое творчество. Мысли, которые доносишь людям, открываем глаза на суровую действительность без прикрас. Крепкого здоровья и творческих успехов. Роман, спасибо тебе большое. Извини, донат просто скипнулся случайно. Я просто нажал кнопку, он ски... Извини, пожалуйста, Роман. Спасибо большое тебе за инвестицию. Это весьма-весьма приятно. Вот. О, господи. Вы вроде как все обсудили. Так, ребят, мне нужно озвучивать ролик. Поэтому я вас буду потихонечку отпускать. Спасибо за внимание. А мне нужно играть в Doom. Да, ему надо играть в Doom. Поэтому переходите на Stream Zorica, смотрите, как он играет в Doom. И как при этом рушатся его отношения. Это очень забавно. Все рекомендую. А я пойду озвучивать ролик. Ребят, спасибо за внимание. Спасибо за инвестицию. Вы не набили полоску? Может, вас как-нибудь наказать? Я вас как-нибудь накажу потом. Ладно, ребят, спасибо за внимание. Мы с вами встретимся очень-очень скоро. И до скорых встреч. Целую вас. Давайте, ребят, до скорого.